Продолжение следует... Продолжение следует... То есть, среда должна деформироваться. Источник колебаний. Ну, колебания мы уже с вами изучали, что такое. Давайте пойдём дальше. Колебания – это повторяющееся движение. Итак, механические волны могут распространяться, мы с вами выяснили, только в какой-нибудь среде, то есть в веществе. Например, в газе, жидкости и твёрдости. То, что мы с вами знаем. Если мы попробуем получить волны в вакууме, то у нас с вами ничего не получится. Там отсутствует то самое вещество, которое должно совершать колебательные движения. Там нечему колебаться. И мы с вами, давайте, запомним ещё раз. Значит, вещество должно быть. Газ, жидкость, твёрдое вещество – неважно. Главное, что они должны присутствовать. Если их нет, то такое понятие, как волна, не возникнет. Источником волны являются колеблющиеся тела, которые создаются в окружающем пространстве, создают в окружающем пространстве деформацию среды. Ну, вот у нас с вами колеблется вот такая пружина, типа линейки можем её представить, типа струны, неважно. И они будут создавать деформацию в воздухе, к примеру. А если я просто пальцем ударю по столу, то деформация в данном случае более упругой среде, не в газе, а в твёрдом теле, будет распространяться. Мы услышим этот звук ухом, это в воздухе. А если ухо приложим к столу, то мы эту волну получим за счёт того, что колебания в виде волны начнут распространяться непосредственно внутри твёрдого тела, крышки стола. Итак, волны мы с вами давайте сразу определимся, могут быть продольные или поперечные. Что значит продольная волна и что такое поперечные, мы с вами сейчас будем разбираться дальше, но предварительно можем сказать, продольная волна, вот она тут разряжена, расстояние между частичками увеличено. И вот это уплотнение разряжения и передаётся в среде. А поперечные волны, они будут происходить вот таким образом, то есть за счёт вот такого сдвига. Ну как мы можем представить себе шнур, да? Вверх-вниз, вот взяли верёвку, разкачнули один и побежала волна. Ну сейчас будем дальше смотреть. Продольные волны. Вот мы о них маленечко поговорили, дайте посмотрим. Тут хорошо видно на этой мультяшке, как у нас распространяется волна. Волны, в которых колебания происходят вдоль направления распространения. Вот смотрите. То есть колебания вот сюда распространяются и колебания, то есть сжатие и разряжение будут направлены в ту же самую сторону. Смотрите, вот оно колебание. Возникают также в любой среде жидкости, газы, твёрдые тела. И ещё раз давайте запомним. Волны, в которых колебания происходят вдоль направления распространения. Вот так. То есть совпадают. И теперь поперечные. А поперечные у нас с вами, смотрите, колебания, в которых происходит движение частиц в одном направлении, а волна распространяется перпендикулярно ей. То есть смотрите сюда. Что у нас получается? Волна распространяется вот в этом направлении, а колебания происходят вот в этом направлении, перпендикулярном. Вот видите тут. То есть поперечные ещё раз колебания. Это колебания, в которых происходит колебания перпендикулярно направлению движения волны. Они не совпадают. Они взаимоперпендикулярны. Дальше. Энергия волны. Волна, мы видим, она вот так вот двигается, да, по поверхности воды, например. Вот мы видим, распространяется волна. Бежит, бежит, бежит. Или качнули мы верёвочку, так вот, да, привязали один конец и пустили по ней волну. Что происходит? Жидкость сама в волне остаётся на месте. Если бросим поплавочек, например, он качается на одном месте вверх, он не совершает колебательное движение, а волна распространяется. Качнули шнур или верёвочка вот эта у нас. Она же никуда не убегает, а волна распространяется. Происходит что? Распространение не вещества. Вещество остаётся там, где оно было. То есть переноса вещества не происходит. Происходит движение энергии. Распространение энергии. То есть заставили в этом месте колебаться упругую среду. И в разные стороны начала распространяться энергия этого колебательного движения, заставляя колебаться вещество всё дальше и дальше. Вот это самое происходит у нас, когда мы наблюдаем волны цунами. Любая волна, как я говорил, цунами тем более. Огромные волны, то есть огромная энергия, заставляющая колебаться массы воды, передаётся с течением времени в разные стороны. И эта энергия, и эта энергия, заставляющая двигаться в воду, совершать такие колебательные движения, огромна. И само собой разумеется, посмотрите, какую волну она может, эта энергия поднять, и эта волна всё сметает на своём пути. Итак, мы с вами выяснили, колебательное движение, волна – это распространение колебательных движений. Волны могут быть продольные и поперечные. При движении волны переноса вещества не осуществляется, происходит перенос энергии, распространяется энергия. Вот это мы с вами самое главное запомнили. На этом до свидания, желаем вам успехов.